Мы видим текст на экране. Вы можете сюда пристать? Здесь ко мне. На экране будут приведены строчки из детских стихотворений. Кто первый понял, какое стихотворение поднимает руку? Значит, сейчас. Если вдруг у нас случится так, что у нас две команды поднимут руку одновременно, значит, после того, как они скачивают, что одна команда родилась в детстве, мы разделим балл пополам между двумя командами. Сейчас первая подняла команда номер пять, да, по-моему? Шел грека через реку, видит грека реки Ра. Шел грека через реку. Шел грека через реку. Ехала грека через реку. Ехал грека через реку, булка через реку, да, это это стихотворение. Дальше, пожалуйста. Команда пять. Не забывайте поднимать руку. Команда два, можете подойти в центр и посмотреть, почитать. Еще немножко и понадобится подсказка. Это все песенки и детские, и стишки. И известные очень, очень. Давайте включайте гугл-перевод свой автоматически внутренний. Ребята, буквально переведите. Команда номер два приняла коллективное решение, что это означает, что время не вернуть назад. Время не вернуть назад. Это очень сложно, это не наш уровень. Проще, проще. Детские песенки. Команда номер шесть. Команда номер шесть. Минуты уплывают очень медленно. Не ждите, увидите их снова. Ближе, 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 теперь с мелодией. Команда номер пять. Медленно, минуты уплывают. Да! Совершенно еда. Следующий, смотри. Команда номер пять. Так, какие две команды? Дай три. Давайте. Чижик, Пышка, где ты был? Две команды, правильно, ответ попало. Вторая, третья команда, правильно, деду Чижик, Пышка, где ты был? Так. Команда номер один. Каждая собака, салабу, подает? Не совсем. Не совсем. Салаба, там же простая. Мне каждая дворняжка при встрече лапу подает. Да. Оно. При встрече сразу лапу подает. Ура! Первая команда. Так, команда номер два. Это строчка из песни «Пусть будет неуклюжий пышка». Это... Неясно прохожим. Почему я все это буду? Команда номер два. Да. А можно и да? Следующий, пожалуйста. Слайд. Они все что-то поют, но никто не решается отвечать. Команда номер четыре. Команда номер четыре. А как бы не было зимы, мы в городах и делаем... Ура! 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 Я предлагаю начать балл. Да? Да? Команда номер четыре. Ура! 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 Есть товар номер два. Купила мама Лёши красивые калоши. Купила мама Лёши красивые калоши. Спасибо, Лёша, что ты не с нами. Но эта песня посвящается тебе. Калоши красивые, такие все модные и счастливые. Своя версия не совсем правильная. Первая строчка у Катана. Первые две, вторые две нет. Купила мама Лёши. Может быть у кого-то есть вариант, простите, жюри? Может быть у кого-то есть? Калоши настоящие красивые калоши. Верно. Угадала вторая команда. Пожалуйста. По улице ходила большая крокодила. Первая команда, один балл. Еще женский калкодил. Так, вторая команда. Мама с Питами отстала, подушка измирала. Да, да, да. Вторая была первой. Договорила? Нет, сказала. Слово «да». Слово «да». Нет, нет, нет. Слово правильный ответ потом. Вторая, вторая. Маленькие дети. «Не ходите, дети, в Африку гулять». Тот, который более точный дать ответ, это первая команда. «Не ходите, дети, в Африку гулять». Маленькие дети, не за что на свете, не ходите в Африку гулять. Маленькие дети, не за что на свете, не ходите в Африку гулять. Пропустили одно слово, да? Там не ходите в Африку гулять, два раза в Африку гулять. Ну, это был наиболее полный ответ. Жюри вам решать. Ну, засчитываем. Засчитываем. Пятая команда. Пятая. Ну что, разная с детскими стишками, все вспомнили, как переводить детскую поэзию. И теперь мы переходим к следующему конкурсу. Надеюсь, что здесь возможность показать его на экране. Так, можно?